Друзья, рады всех приветствовать на канале Телемикс. Это программа Есть Тудей. Вместе с нами этот прекрасный день по-прежнему встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Живи со вкусом. Что я девочки узнала? Мама мне вчера сказала, что салаты сель в пальто. Ой, чего-то я не то. Сель под шубой с майонезом, чтоб была она вкусней. Нужно мазать провансалем. Всех порадуюсь гостей. Янта это самый лучший. Синя-желтый полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный. И салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только Янту покупай. Ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. И этот день встречаем сегодня с вами мы, Андрей Козицкий. Алена Варфоломеева. Как на боксерском ринге. Сегодня мы с тобой в разных углах. Ты в кухонном секторе. Я в секторе новостей. Хотелось бы сказать синий угол, красный угол. Но получается, что так у нас сегодня. Да, сегодня я готовлю бюджетные слойки. Это когда заработная плата кончается. И в принципе у тебя остается около 200 рублей. Это даже еще хорошо некоторые скажут. Вот бюджетные слойки, когда есть глазированный сырок в холодильнике. Один бананчик. Вот, кстати, у нас такие они еще нормальные. То есть зеленоватые получаются. А если подпорченные немножко есть, уцененные, вот тогда будет очень вкусно. Нам понадобится два яйца, глазированные сырки, слоеное тесто дрожжевое. И два банана. У нас будут такие они как слойки к чаю, так их и назовем. Бюджетные слойки к чаю. Сладенькие, быстренькие, скажем. Сладенькие, быстренькие. Не жарим. Нет, сегодня мы будем делать их в духовке. Почему они называются бюджетные? Если покупать конкретно творог, например, делать их с курагой, там с какими-то сухофруктами. А здесь смотри, глазированный сырок. Шоколад есть? Есть. Начинка у нас здесь, вареная сгущенка есть. Это отлично. Да, просто нарежем, сделаем такую начиночку. У нас вот этого пластика будет достаточно. Ну, на семью, конечно же, надо будет побольше. Нарезаем на квадратики, формируем такие, как треугольнички, как самса получится. Вот и все. Вот такие будут на сегодняшний слойки. Мы сделаем нашу маленькую телевизионную семью. Да. Маленькую. Я, кто в этой студии, она здесь немного, и это очень хорошо, потому что мы соблюдаем, во-первых, социальную дистанцию, во-вторых, ну, не хочется прям сильно делиться такой вкуснотой со всеми. Ну, хочется, но ввиду того, что блюдо бюджетное, порций немного, будем расправляться и кушать своими силами. Ну, Ален, приступать будем чуточку попозже к этому, потому что по традиции мы тебе и мне, и всем нашим телезрителям предлагаем надолго прерваться, посмотреть наш небольшой информационный блог, узнать все о важных событиях нашего города, те сюжеты и те новости, которые подготовили наши корреспонденты, которые бегают круглыми сутками по улицам города и ищут что-то для нас интересное. Смотрим новости на канале Телемикс, после возвращаемся и начинаем готовить. Не переключайтесь, дальше будет вкусно, и дальше будем мы, а это значит будет вообще прекрасно. Итак, ну что же, Алена Варфоломеева, Андрей Козлицкий. Я буду раскатывать потихонечку. Раскатываешь потихонечку, а это хорошо. Раскатывай, раскатывай, а я с тобой пока немножечко поболтаю и такую не вошел, нашел небольшую новость, небольшую статью, но мне показалось такой достаточно интересной и забавной. Путешествуешь ты часто? Да нет, конечно же, как путешествую. Вот только по интернету я и путешествую. Путешествуешь. Очень бы хотелось. Ну, вот так, по России, допустим, я знаю, что ты живешь достаточно далеко. По Дальнему Востоку, по Хабаровскому краю, по Приморскому, в принципе, да. Есть ли у тебя привычка привозить, например, ну из такого путешествия, да, там недалекого, там, в Хабаровске, где-то еще в Комсомольске, например, в Владивостоке, что-нибудь интересное из этого города, чтобы напоминало тебе о нем? Я так поняла, что это работает в обратную сторону. Когда ты привозишь что-то с Москвы, Санкт-Петербурга, я туда не возвращаюсь уже долгое время. А откуда не привожу сувениры, туда и я езжу частенько. Поэтому я не буду привозить сувениры, чтобы туда еще приезжать. Ну, вот если бы, например, путешествовала по Европе, куда бы хотела вообще, в принципе, какую страну посетить? Одну ИС, например. Одну ИС? Наверное, как все романтики Франции. Франция. Вот хорошо, хорошо. Почему Франция? Что привлекает во Францию? Так вот, будем рассуждать. У нас эфир рассуждения сегодня. Распиаренная эфелева башня, да, триумфальная арка, и как-то вот хочется посмотреть, где ты видел это по телевизору, и теперь хочется обоучить, что я здесь был. Да. Вот, кстати, про эфелевую башню. Вот, я почему-то спросил про момент, и так хорошо состыковались мысли, что Франция, и я начал спрашивать, почему, чтобы взяла. Так вот, фрагмент эфелевой башни, знаменитый. Продали, продали один фрагментик. Как думаешь, за сколько, за сколько можно продать что-то из этой башни? Вот, фрагмент старой лестницы эфелева башни продали за солидную сумму. Изначальная цена лота составила, как думаешь, сколько? Ну, что-то миллионы долларов. Нет, не миллион долларов, несколько дешевле, составила 30 тысяч евро. Так вот, в Париже на аукционе, был он 1 декабря, совсем недавно, был продан фрагмент эфелевой башни. Лот был куплен за 275 тысяч евро, хотя начальная цена составляла всего лишь 30 тысяч. Так вот, высота фрагмента 3 метра, между прочим, то есть так с тобой, как магнитик, его не привезли. То есть это не брелок на ключе. Не брелок на ключе, да. 3 метра это часть спиральной лестницы, которая раньше соединяла второй и третий этажи эфелевой башни. Вот, 4 года назад покупатели США были проданы 9 ступеней лестницы эфеля. Их цена составила 550 тысяч долларов. Вот так вот, то есть вот, оправданы ли такие большие суммы тратить и для чего, в принципе? Я не знаю, возможно, кто-то строит свой загородный дом и считает, что мне нужен кусочек... На чердак лестница винтовая, кусок 3 метра, и гости ходят, ты говоришь, а вот это вот... Зачем они ее продают? Почему нельзя реставрировать, оставить где-нибудь в музее, например? И вот, непонятно. Причем суммы баснословные же. Да. То есть, бывала ли у тебя такая идея хоть раз, знаешь, что ты так сидишь утром и думаешь, куда бы мне деть 275 тысяч евро? Куплю-ка я кусочек лестницы. Какой-нибудь фрагмент трехметровый, старый, из металла. Вот, ну, такие люди есть. И вот, знаешь, это... Нельзя, конечно, читать чужие деньги, да, но как-то все так грустно становится. Фанаты-коллекционеры. И я даже их понимаю в какой-то мере. Это же как азарт. Коллекционируешь, и тебе чего-то мало-мало-мало. И это же... Ну, как, например, диски покупать или игры на PlayStation? Ты же понимаешь, что тебе все время их мало-мало, ты делаешь подписки, потому что думаешь, что игры будут еще больше. Ты так делаешь? Я в детстве собрал фантики из-под конфет. И думал, что это деньги. И расплачивался дома вот этими деньгами за какие-то вкусняшки. Вот. И причем у меня была разная цена фантиков всех. То есть, шоколадные фантики из-под шоколадных конфет были самые дорогие. Сосательные карамельки самые дешевые. То есть, ну, и бывало, что мне родители давали сдачу такими же фантиками. Вот такой вот был семейный бизнес, друзья. В общем, ну, это было совсем давно. Вот такая, мне кажется, такое собирательство, знаешь, оно, в принципе, вышло уже из моды. То есть, да, сейчас современные дети, как говорят... Больше ничего. Он помог? Дай денежку. Вот так вот. А уже фантиками... Я получил пятерку? Дай денежку, да. Да. Вот. Сейчас уже такими фантиками никого не обманешь. Вот. И, кстати, вышли наши корреспонденты на улицу города. И узнали, что у наших жителей, что бы они хотели вернуть в моду. А ты бы что вернул? Я бы вернул брюки-клёш. Вот. Потому что я сейчас в них, но вы не видите, потому что я по пояс. И хочется, чтобы все на меня смотрели и говорили, о боже, какой модный. А не откуда он вышел. Друзья, опрос. После него возвращаемся. Ну, знаете ли, вот сейчас мне очень нравится то, что вернулся тренд наших девяностых. Наши мамы, бабушки ходили в таких объемных жакетах, в джинсах, в бананах. Сейчас это тоже актуально, и мне очень нравится. То, что у нас появились подплечники на женских жакетах. Вот. Чтобы вернуть, чтобы вернуть, чтобы вернуть. Ну, знаете, я немного всяких модных тенденций затронула, наверное, еще. Но 90-е, привет. Ну, да, есть блузки, вот, знаете, с принтов горошек. Вот, самое оптимальное. А еще, может, какие-то элементы именно из тех лет хотелось бы сейчас? Может быть, брюки-клёш или что-нибудь? Да, брюки в основном. Такие же сейчас есть в моде, как и раньше были. А вы, может быть, что-то конкретно? Ну, в принципе, то же самое, но еще хотелось бы, чтобы в моду больше классика вошла вот именно 90-х годов. Там, в принципе, помимо одежды и музыки вообще, ну, люди одевались стильнее, чем сейчас. Килоты – это брюки, которые расшираются к низу. Глядят просто четко. Они сейчас как? Входят в моду или вы хотели бы? Ну, они два года назад примерно были модные. Их прям много кто носил. Есть просто как брюки, есть джинсовые. Вот. Ну, у меня такие есть конкретно, как брюки. Я их ношу часто. А еще что-нибудь есть? Топики хотела бы вернуть в моду. Тоже мне очень нравится. Именно с открытыми животами? Да. Сами носите такие? Да, ношу. Ну, только по дому, если честно. Так. Ну, это примерно все. Восьмидесятых. А на что именно мода? А я уже не помню. Ну, восьмидесятые полностью. Хороший вопрос. Какая-то вне моды просто. Ну, может быть, вам как раз таки нравится что-то из прошлого. Такое, то, что сейчас не моды, но оно вам нравится, и вы хотели бы это вернуть? Ну, даже не знаю, если честно. Или у вас вообще такой свой стиль, который вообще ни к чему нельзя привязать? Наверное, да, к этому ближе, потому что, ну, я особо за модой, в принципе, не слежу. То есть я ношу то, что мне удобно, то, что мне нравится. Как-то, что было... Оно постепенно и так уже возвращается потихоньку. Поэтому, ну, что понравилось, то я ношу. Конкретно, что бы хотела вернуть, таких, мне кажется, вещей особо и нет. Если судить, что сегодня 8 декабря, мне кажется, не прям так холодно. Тебе как на улице? На улице? Да. Не люблю улицу в такой время. Вот начиная, наверное, с конца октября улицу вот прям вот... Ну, 8 декабря. Не, ну теплее, теплее, чем... Теплее, чем было всегда, да, согласишься? Возможно, да. Возможно, да. Но далекие 90-е, помню год. Смотри, я нашла статью, что 2020 год стал одним из трех самых теплых в истории. Одним из трех. То есть такое уже когда-то... Такое уже когда-то было. Я же говорю, в 90-е. По данным Всемирной Метеорологической Организации, уходящий год вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений наряду с 2016 и 2019 годами. Метеорологи сравнили информацию из пяти различных глобальных наборов данных с историческими показателями, собранными аж с 1850-х по 1900-е годы. Оказалось, что средняя температура воздуха с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,5 градус выше. Это кажется нам... Ой, да что там на самом деле? А влияет. А влияет это, да, на самом деле. Я вот когда выхожу на улицу или смотрю, просто вот у нас были прекрасные выходные и лужицы. А ты как бы думаешь, что, ну... Ну, как бы декабрь, пора бы уже как бы каток. Как бы декабрь, да. И вот было бы очень хорошо, если бы такая погода сохранилась, ну, не прям настолько тепло, потому что все же ожидаем каток у нас на площади, чтобы покататься, но чтобы это было тепло. Я вообще не люблю холодные зимы, честно говоря. Вот знаешь, всегда, конечно, страшно, страшно за экологию, за глобальное потепление, но вот не люблю, не люблю холод, вот вообще ни в каком виде не передошу. У меня из самых толстых курток вот такая вот только. И нету зимней обуви, то есть я не покупаю. Я всегда надеюсь, что каждая зима будет как август. Даже думаю, да, авось не похолодает. Я как-то поехал в Хабаровск, когда там учился, и вот все, казалось, надо было купить куртку. Я зашел в магазин и думаю, ну, в Хабаровске же. Это я первый год там был. Думаю, ну, не будет же холодно зимой. Конечно. Купился кожанку. И когда я ехал домой в такси, начался снегопад. Там гораздо холоднее. Гораздо холоднее. Чем в Приморском крае. Там ветер дает свое, да, потому что я там коренной желез с Хабаровского края. Поэтому для меня, в принципе, погода в Приморье, это просто кайф. Я, мне нравится. И для меня это вот как будто... Загораешь в декабре. Да, это август, можно пуховики не застегивать в Хабаровском крае. Ну, вот я не знаю, знаешь, можно ли застегивать пуховики или нет. Но сейчас погодка дает все-таки такие шансы. И пару раз даже выйти и без шапки. И, возможно, чуть-чуть расстегнутым на пару пуговичек. Но что будет завтра, никто из нас не знает. Хотя, как никто. Знает Анна Матвея, друзья. Вот, кстати, она сейчас все и расскажет. Поэтому готовьте шапочки, готовьте варежки. А, возможно, нам придется отложить их в шкафчик. Смотрим прогноз погоды. И после возвращаемся. Прогноз погоды на 8 декабря. В студии Анна Матвияс. Здравствуйте. Во Владивостоке во вторник солнечно, без осадков. Температура воздуха минус 3. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер западно умеренный до сильного. У Сурийски 8 декабря ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха минус 4. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер юго-восточный умеренный. О погоде все. До встречи. Итак, ну что, продолжим. Новость. Журнал «Тайм» впервые назвал «Ребенка года». Вот так вот. «Ребенок года». Издание «Ежегодно выбирающий человека года» вело новую номинацию для лидеров самого молодого поколения. Вот. Так вот. Популярный американский журнал «Тайм» впервые назвал «Ребенка года», которым стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао. Вот так вот. Судя по всему, индийские корни у дамочки есть. Последние 92 года журнал «Тайм» выбирал «Человека года». В 2019 году, тогда 16-летняя Грета Тунберг, помнишь, стала самым молодым номинантом и первым победителем младше 25 лет. Ну, ее движение за борьбу с климатическими змеями на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно будет понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием, и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению. Отметила редакция журнала. Так вот, в 2020 году издание в партнерстве с каналом «Никелодио», помнишь, такой тоже известный канал, выбирала финалиста в категории «Ребенок года» из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет. Обидно, что только в США, да? Молодежь учитывается, делают «Ребенок года», у нас тоже такое есть. Тоже есть? Да. Но не прям «Ребенок года», я знаю, что сейчас все звезды, в принципе, и взрослые люди, старшее поколение, даже 50+, наши звезды коллаборируются же с блогерами и учитывают их мнение, смотрят сейчас не на свои, там, какие-то треки, на свое поколение, там, учитывают мнение поклонников, а они, вот, взять даже Филиппа Киркорова. Да, вот они сняли «Золотая чаша». Николай Басков уже. А, Николай Басков, да. Вот так вот ты сидишь за трендами. За трендами, да потому что сейчас они более-менее все одинаковые и учитываются же мнением молодежи. Ну так вот, специально судная комиссия отобрала из этих 5000 детей в США 5 финалистов детей, которые вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости. Вот так вот, точнее, мои издания. Более всего комиссию впечатлили заслуги Гатанджали. Как сказала комиссия, РАО не только исследует научный инструмент, такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, что уже, в принципе, очень сложное предложение для ребенка от 8 до 16 лет. Ну и применяют их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды. Вот понимаешь, ребенок, а сколько вот многосторонний же. Но с другой стороны, всегда думаешь, а куда девается детство? Куда уходит? Куда уходит детский? Нанотрубки и углепластик. Вот. Ну, как бы, ты вот хотела бы, например, для своего ребенка такого? Нет. Чтобы вот он, мама, я пошла на конференцию по нанотрубкам. Хорошо, что ребенок это в кое-то мере, ну, не то, что твоя собственность, а то, что ты можешь направить и сделать из себя, из него то, что, в принципе, ты бы хотел сделать из себя. Вот кто-то делает балерин. Я бы, наоборот, отправила по гаражам. Да, вот, мам, я на конференцию по нанотехнологиям. Раз, рыднула, вот палка, иди бей крапиву. Вот, вот. Вот, в принципе, и жуй гудрон, и что-нибудь таким вот занимайся. В общем, что будет с нашими детьми решать только им, мы можем их только направлять. Заставлять в любом случае никогда не можем, ну, и, в принципе, наверное, не имеем права. Друзья, но имеем право посмотреть рекламу на канале Телемикс. Смотрим ее, после возвращаемся этим же прекрасным составом и продолжаем готовить наши что-как? Это бюджетные слойки к чаю. Бюджетные слойки к чаю в бюджетном эфире. Программа «Есть Тодей» на канале Телемикс. Здравствуйте, дорогие телезрители! Хорошего дня и отличного настроения вместе с нами вам желает наш надежный друг и партнер – группа предприятий «Янта». Что я девочки узнала? Мама мне вчера сказала, что салаты сельф-пальто, ой, чего-то я не то. Сельф от шубы с майонезом, чтобы была она вкусней, нужно мазать провансалем. Всех порадуюсь гостей. «Янта» – это самый лучший с сине-желтой полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный. И салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только «Янту» покупай, ведь ее весь город ест. «Янта» – есть вкусно. Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Сегодня в студии Андрей Козицкий. Алена Варфоломеева. И наши бюджетные слойки к чаю. Бюджетные, потому что я его слепила из того, что было. Это слоеное тесто. Нам пришлось ходить в магазин только за глазированными сыроками. Да, и за бананчиками. Вот такими делаем квадратиками. Здесь у меня один пластик слоеного теста. Сюда я нарезала сразу глазированный сырок. Он же и творог, он же и шоколад, он же и вареная сгущенка. Он же вот так вот, да? В одном маленьком объекте сколько всего совмещено? Сколько всего вкусного. И вот знаешь, Алена, не нравится мне слово «бюджетное». Не нравится. Можно говорить «народное»? Народные слойки. Вот так вот. Поделим. Слойки, которые могут позволить себе все. Да. Вот так вот, в принципе. В принципе все. Банан, сырок тут в принципе себестоимость не очень большая. Да, яйца в принципе практически всегда есть в холодильнике. За редким исключением. Ну и так есть. Получается у нас их совсем немного, да? Штучки четыре вышло. У нас-то будет четыре штучки. Я хочу сейчас просто показать этот рецепт, а потом, если войдешь во вкус, я тебе обещаю, я тебе еще сделаю. Вот, смотри, ловлю тебя на слове. Хорошо. И все наши телевизорители тоже это делают. Сколько они потом нужно выпекаться, по идее? Мы потом отправим их в духовку на стандартные 180 градусов, на 15 всего лишь минут, как мы обычно там до готовности. 40 минут, 50 час ждем. Нет. Я люблю, чтобы это было сегодня побыстрее. Очень хочется. Рабочая неделя в самом разгаре. И хочется побольше успеть, потому что сейчас начинается вот эта суматоха. Почему человечество так устроено, что нельзя все делать размеренно, постепенно. Заранее. Заранее все всегда остается. На декабрь почему-то во всех корпорациях, во всех, вообще в принципе компаниях. Это, ну у нас вообще-то декабрь, у нас завал, у нас декабрь. Почему нельзя было это делать, да? В ноябре, в октябре. Ну не знаю, у меня, например, даже еще елка не стоит дома. Вот я до сих пор откладываю этот момент. Вот, вот, вот. Чего ты ждешь? Я, во-первых, хочу в этом году купить новую. А. Вот честно. Потому что уже старая очень много лет ей, ну, выбрасывая ее, конечно, не собираюсь, знаешь, как память, она такая лежит запакованная. На балкон. И как-то и жалко, знаешь, и уже вроде понимаешь, что нужно что-то новенькое. Неси на работу. Вот. Поставим в редакции. Будет много у нас елок, если что. Думаю, у нас с украшениями в этом году проблем нет. У нас уже скоро будет новое обновление студии. Да. Да, новогоднее, дабы через экраны передавать нашим телезрителям атмосферу праздника. И себя подзаряжать. И себя, да, подзаряжать, потому что сейчас прям вот сил, действительно, сейчас делать заранее, почему-то не получается, и сил на конец года вообще не остается. То есть, потому что сейчас столько всего, у меня отчеты годовые, которые я никогда не делал, но они где-то есть, знаешь, грузом на мне. Вот. Но их тоже нужно делать. Вот. Я думаю, что у всех на работу зал, но мы уверены, что у всех все будет хорошо, потому что для нового года остается всего ничего. Уже декабрь в самом разгаре. Понимаешь, вот как-то 2020, насколько бы он плохим годом не был, пролетел достаточно быстро. Достаточно быстро, а что же будет дальше? Это сейчас шутят, что размялись. В 2020 году? А в 2021 уже? В 2021, да. Уже, ну, по-моему, нет, мы уверены, что все будет хорошо, друзья. Что будет дальше, мы не знаем. Единственное, знаем, что будет дальше в нашей программе. А, будет у нас следующее наше видео, друзья. Не переключайтесь, после вернемся, продолжим. Даже когда вы становитесь взрослыми, у вас часто остаются вопросы, почему ваши родители поступали так, а не иначе. А когда появляются собственные дети, не можете понять, что у них в голове. Мы собрали три истории, которые раскрывают внутренний мир детей и их родителей с разных ракурсов. Помогают понять нюансы отношений и даже найти ответы на некоторые вопросы, которые не дают вам покоя. Мост в Терабитию Не уверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс Аарон всегда мечтает стать самым быстрым бегуном в школе. Но его обошла задорная новенькая Лесли Берг. У двух подростков есть все причины ненавидеть друг друга, но тем не менее они становятся друзьями. Вместе ребята находят удивительный мир Терабитию, в котором есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой темный властелин, мечтающий поработить весь мир. Тем временем в школе назревают очередные соревнования, на которых ожидается присутствие друзей. Теперь Лесли и Джессу предстоит выбрать между победами и поражениями в реальном мире и приключениями и опасностями волшебной Терабитии. Смогут ли они принять верное решение? Королевство полной луны В один прекрасный день из дома сбегает 12-летняя Сьюзи Бишоп, девочка с трудным характером и тяжелым взглядом. В это же время из лагеря бойскаутов бежит отважный и не по годам рассудительный Сэм. Дети уже давно задумали побег и теперь смело идут навстречу приключениям, скрываясь от преследователей, которые хотят вернуть их из королевства полной луны обратно в мир взрослых. Магазинные воришки Семья бедного японского рабочего Осамы едва сводит концы с концами. Ради лишнего куска хлеба Осамы наловчился проворачивать мелкие кражи в магазине и даже приобщил к этому дело своего сына Шота. Возвращаясь после очередного удачного улова, они замечают худенькую и плохо одетую девочку по имени Юрия. Добросердечный Осама приводит ее в свой тесный дом, чтобы накормить. Его жена Набуя неласково встречает пятилетнюю гостью и даже представить не может, что чужая девочка надолго останется с ними и перевернет их жизнь. Итак, ну что, продолжим. Алена Варфоломеева, Андрей Козицкий. И я сам себя представлю, не надо занимаясь себя готовкой. Народные слойки. Девушка, да. Народные слойки. Вот, отлично, видишь, уже начинаешь чувствовать эту атмосферу. Хорошо, да. Они бюджетные. Бюджетные не будем оставить для каких-то других наших эфиров. Кстати, уже нужно потихонечку начинать готовить новогодние блюда какие-то. Я вот, знаешь, так задумался. Было бы неплохо, поэтому думаю, в следующей неделе потихонечку начнем предлагать рецепты нашим телезрителям к новогоднему столу. Если, кстати, друзья, у вас есть любимые рецепты новогодние, без которых не обходится ни один ваш новогодний стол, присылайте их нам. Мы их грамотно заберем и приберем к своим рукам и припишем всю славу себе. Да нет, шучу. На самом деле, да, расскажем, кто нам прислал, как прислал и для чего. А еще я хочу сейчас сделать такой небольшой анонс. На самом деле, вот к концу года как-то активизировались люди. Возможно, нашу программу стали смотреть еще больше людей. И у нас есть гости. В гости, да. У нас впереди ожидается прекрасная женщина, девушка Ольга Голдина. Она будет готовить шоколад свой, авторский, да. Впереди у нас еще будет гость кофе. У нас будут гости хореографы. То есть у нас весь месяц он такой, мы ждем всех в гости. В гости, в гости, в гости. То есть, ну, а почему бы нет? Да, в принципе, декабрь самое хорошее время, чтобы кого-то принять у себя в гостях, да, то есть и поболтать о чем-то интересном в итогах уходящего года. Привернемся в такую утреннюю политическую передачу. Да нет, шучу, на самом деле. Будем так же развлекаться, никаких политических тем затрагивать не будем. Будем болтать с этими людьми, узнавать у них что-то интересное. А вот еще одна вещь интересная. Мобильное приложение в Тюменской области изобрели. Для чего? Чтобы избавить людей от дополнительного визита в поликлинику. Вот. Я считаю, что это очень важно. Потому что в поликлинике сейчас больницы переполнены. И, знаешь, порой идешь с одним симптомом, постоишь в очереди и приходишь уже совершенно другими. Так вот, жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу. Вызывать его на дом или получить первичную консультацию специалиста или пройти повторный прием у доктора. Все это можно сделать дистанционно при помощи мобильного приложения, которое совсем недавно вышло. Программа Телемед 72, внедряемая в регионе, принесет пользу и врачам. Они смогут проводить обсуждения и консультации с коллегами. Вот именно в этом приложении. Пациентам приложение даст возможность просматривать свою электронную медкарту, в разделе симптомы ввести свой паспорт здоровья и вносить в него жизненно важные показатели. Уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и другие. И их вот эти данные как раз таки увидит твой консультирующий врач. Да, как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Приложение Телемед 72 – это преемник пилотного проекта дистанционного консультирования «Медведь Телемед». Вот так вот, такое еще было. Который был создан весной во время пандемии коронавируса. Сервис оказался востребованным как терапевтами, которые наблюдали хронических больных, так и узкими специалистами, которые консультировали пациентов со специфическими заболеваниями. Вот вообще согласна ли ты, что такое дистанционное общение, оно приносит все-таки обоюдную пользу? Вот такой дистанционный контакт. В пределах разумного. В пределах разумного. Да. То есть не хочешь туда заходить, чтобы врач сидел так вот в телефоне, да? Все время. У него здесь пациент, здесь пациент, везде одни пациенты. Приложение, и ты говоришь, что вы где? Он говорит, в Телемеде 72, а у него там одноклассники открыты. То есть и не проверишь, да, ты же не покажешь, покажи телефон. Но вот хорошо, что знаешь, очереди. Вот больше всего в своей жизни, да, наверное, одной из самых нелюбимых вещей у каждого человека – это очередь. Это очередь. В очереди ждать. Там постоянные люди, которым нужно просто спросить. Вот, только хотела сказать, что, наверное, вот эти люди, они и задерживают, и в принципе создают те самые очереди. Только спросить, а потом цепляется все слово за слово, и уже не только спросить тому человеку, а в принципе у него здесь уже есть блат, сестла, и он может пройти уже просто за ручку с врачом, а ты как бы… А ты остался один на один со своим поклюшем. Редко такое, но такое бывает. Ну бывает, но вот все-таки хорошая, мне кажется, практика. Нужно вводить больше, потому что вот, мне кажется, избавление от очередей – это путь к прогрессу. Вот такой вот прекрасный цитат из пацанского паблика ВКонтакте. Мы прерываемся, друзья, наше следующее видео. Не переключайтесь, скоро продолжим. Ну, знаете ли, вот сейчас мне очень нравится то, что вернулся тренд наших девяностых. Наши мамы, бабушки ходили в таких объемных жакетах, в джинсах, в бананах. Сейчас это тоже актуально, и мне очень нравится то, что у нас появились подплечники на женских жакетах. Вот. Чтобы вернуть, чтобы вернуть, чтобы вернуть. Ну, знаете, я немного всяких модных тенденций затронула, наверное, еще. Но 90-е – привет. Ну да, есть блузки, вот, знаете, из принтов горошек. Вот, самое оптимальное. А еще, может, какие-то элементы именно из тех лет хотелось бы сейчас? Может быть, брюки, плюшки, что-нибудь? Да, брюки в основном. Такие же сейчас есть в моде, как и раньше были. А вы, может, что-то? Ну, в принципе, то же самое, но еще хотелось бы, чтобы в моду больше классика вошла вот именно 90-х годов. Там, в принципе, помимо одежды и музыки вообще, ну, люди одевались стильнее, чем сейчас. Килоты – это брюки, которые расшираются книзу. Глядят просто четко. Они сейчас как? Входят в моду или вы хотели бы? Ну, они два года назад примерно были модные. Их прям много кто носил. Есть просто как брюки, есть джинсовые. Вот. Ну, у меня такие есть конкретно, как брюки. Я их ношу часто. А еще что-нибудь есть? Топики хотела бы вернуть в моду. Тоже мне очень нравится. Именно с открытыми животами? Да. Да, наши, но только по дому, если честно. Так. Ну, это примерно все. В 80-х. А на что именно мода? А я уже не помню. Ну, 80-е полностью. Хороший вопрос. Когда ты вне моды просто. Ну, может быть, вам как раз таки нравится что-то из прошлого, такое, что сейчас не моды, но оно вам нравится и вы хотели бы это вернуть? Ну, я даже не знаю, если честно. Или у вас вообще такой свой стиль, который вообще ни к чему нельзя привязать? Наверное, да, к этому ближе, потому что, ну, я особо за модой, в принципе, не слежу. То есть я ношу то, что мне удобно, то, что мне нравится. Как-то, что было... Оно постепенно и так уже возвращается, потихоньку. Поэтому, ну, что понравилось, для того нашего конкретно, что бы хотела вернуть, таких, мне кажется, вообще особо и нет. Вот так выглядят слойки народные. Угу, приятно, что помнишь. Приятно. Четыре штучки получилось. В принципе, нормально, неплохо. Яйцом смажем и все. И отправим в духовку, она уже разогрета до 180 градусов на 15 минут и готово. И готово. Все, отлично. Вот, знаешь, такой вопрос, момент. Ты хотел поинтересоваться, хотел спросить, хотел узнать. Вот так вот начну свой диалог издалека. Часто ли, вот, знаешь, бывает, что, когда разбираешь гаражи, какие-то чердаки, находишь какие-то интересные вещи, понимаешь, старины, которые там родом из детства, что-то еще. К сожалению, сейчас нет, но я очень благодарна себе, когда я забываю в куртке деньги. Вот так вот. С прошлого года. Это очень такой драгоценный для меня подарок. А вообще, я бы хотела разобрать какой-то чердак, возможно, и там... Найти что-то интересное. Да. Вот, я просто, знаешь, люблю смотреть на ютубчике, по телевизору программу, знаешь, где покупают контейнеры, ребята, не глядя, открывают их и там уже находят какие-то интересные вещи. Даже такое есть? Да, есть такие программы. Как-то всю ночь смотрел, было классно, не мог остановиться. Следующую, следующую, следующую серию. Так вот, нашел статью. Шесть дорогих вещей, которые были найдены на свалках и чердаках. Вот так вот. Вот, расскажем о тех вещах, которым... и счастливчикам, которых получилось все эти вещи найти. Так вот, да, некоторые из нас везунчики. Это, ну, неудивительно, потому что ты когда смотришь, тебе кажется, что всем остальным всегда везет, кроме тебя. Но мы надеемся, что будет везти и нам. Так вот, некоторым везунчикам время от времени удается найти ценные вещи в неожиданных местах. В истории много случаев, когда люди находили антикварные вещицы даже на помойках. Так вот, вот статья, которую я нашел, сейчас расскажу про те удивительные находки, которые неожиданно оказались очень дорогими. Первое – это рояль Штейн-Вэй. Однажды в Австралии музыкант решил вывести свой мусор на местную свалку и не поверил своим глазам. Среди груды вещей самого различного предназначения он заметил музыкальный инструмент, который стоит по меньшей мере 80 тысяч долларов. Вот это, да. Вот это хорошая находка. Бейсбольная перчатка Бэйба Рута. Одним прекрасным днем пожилой норвежец разбирал свой склад и обнаружил старинный сундук. Вид его говорил о том, что его не открывали, кажется, ну, около 100 лет, как подумал сам норвежец. Когда его удалось скрыть, выяснилось, что в нем хранится снаряжение для занятий спортом. Из них было много разных редких перчаток, нагрудников и мячей для игры в бейсбол. Все вещи были созданы примерно в 20-х годах прошлого столетия, то есть около 100 лет назад. Самую дорогую вещицу, перчатку Рута, купили потом более чем за 11 тысяч долларов. То есть, в принципе, тоже очень неплохая находка. Джинсы, казалось бы. Ой, вот это вообще кайф. Когда помнишь, особенно в моду вести клеш, и вот нашел джинсы. Нашел джинсы. Вот именно такие. Так вот, в Аризоне, что находится в Соединенных Штатах, мужчина тоже решил однажды вскрыть сундук, который передавался в его семье от поколения к поколению. Но, видимо, передавался без ключа, раз никто до этого момента его открыть не мог. В нем он обнаружил джинсы известного бренда «Левайс», которые, по-видимому, были собственностью его прапрапрадедушки. Брюки этого производителя, которые выпускали еще до начала 20-го века, считаются очень редкими. Находка была продана за 80 тысяч долларов. Тоже вот, да? Казалось бы, может быть, и свои джинсы не выкидывать никуда. Кто-нибудь из прапраправнуков? Да, найти какой-нибудь сундук, который буду передавать своим детям, а не своим. Так вот, бейсбольные карточки. В штате Теннесси, в США, молодой человек разбирал вещи, ну, уже так скажем, мужа своей тети, которого не стало. У них на чердаке наткнулся на множество нераспакованных пачек с карточками, на которых изображены известные бейсболисты середины 20-го века. Стоимость такой находки составляет несколько миллионов долларов. Вот это вот я понимаю, находка так находка. Камера с редкими снимками. Тоже в Орегоне, в Соединенных Штатах. В одном из благотворительных магазинов была найдена старейшая камера с отопленкой внутри. После того, как ее проявили, было обнаружено, что на ней сохранились снимки извержения вулкана Сент-Хелленс, которое случилось в 1980 году. Вот. И редкие автомобили. Кто-то из семейства байонов во Франции очень увлекался автомобилями, особенно редчайшими экземплярами. Коллекция из 60 редких машин была найдена в семейном имении, когда ушел из жизни последний прямой потомок. Хотя автомобили не сохранились в лучшем виде, они считаются настолько ценными, что были переданы на восстановление. Вот сколько все-таки удивительных вещей, знаешь, и как вещи обретают ценность, да, спустя годы. Кто-то выбрасывает их. Посмотри, у всех ценности разные. Кто-то думает, ой, зачем мне этот хлам копить? Возможно, наши бабушки коллекционеры и просто миллионеры, если все... И, возможно, на балконе у меня музей. Вот так вот. Кто-то выбрасывает, а для кого-то это такую ценность несет. А потом, через много-много десятков лет, в эфире программы Кибер есть Тодей, два говорящих клона будут рассказывать, как на наших с тобой балконах нашли рубашку и слойки. Беднародные слойки. Вот так вот годы идут, мы не меняемся, друзья. Реклама на канале Телемикс, после вернемся. Итак, ну что, технологии шагают по планете, с 7-мильными шагами. Так вот, Samsung, компания известная, запатентовала кольцо для беспроводной зарядки. Очень жду. Очень ждешь. Да. Ты знаешь, слышала про это? Я слышала эту новость, и я бы очень хотела приобрести, носишь кольцо, да, и... Оно заряжается от твоего тела, да. Так вот, компания Samsung подла патент на кольцо с беспроводной зарядкой, которое получает энергию от тела пользователя. Об этом еще 3 декабря, то есть, ну, 5 дней назад, сообщило издание Гизмачина. Гизмачайна, вот так вот. Вот так вот, да. Да, вот так называется. Отмечается, что устройство получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. В процессе носки гаджет генерирует электричество. Также он способен использовать тепло от тела для выработки энергии. Разработчики намерены установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии. Кольцо станет резервным источником питания и будет заряжать телефон в беспроводном режиме. Потрясающе. Вот, знаешь... Идеально, просто идеально. Ну, конечно, сейчас первая разработка будет немножко такая, да, как бы зелененькая. Ну, да. А потом, представь, тебе вообще не нужны будут зарядки, не нужны будут розетки, ты просто купил себе кольцо, ходишь, слишком часто жестикулируешь, что, в принципе, у нас с тобой хорошо получается. И получается хорошо, браки же будут сохраняться. Развелся, снял кольцо, все, без телефона ходишь, поэтому все будут стараться сохранить институт семьи в том же виде. Вот, тоже классно, сделал предложение. Да, подзарядил свою половинку энергией. У меня тут всего лишь на 200 ватт. Раз, ты выйдешь за меня в интернет. Вот так вот. Ну, тут, в принципе, пока что гаджет, он существует как бы в плане задумки, но, как мы знаем, все Samsung, эти ж ребята не умеют останавливаться. Если они что-то придумали, то они что-то делают. Возможно, получится по итогу не кольцо, а какая-то беспроводная штора, мы не знаем, как бы, но предпосылки к тому, что это что-то очень хорошее, интересное, уже есть. То есть, ну, вообще, да, ну, опасно. Нет, мне не кажется, энергия хранится, и ты как такая ходячая бомба, по сути. Мини-бомбочка новогодняя. А если поздороваться с кем-то, представь. Да, все, замкнулись, потому что у вас, у тебя кольцо Samsung, а у меня Apple. И все. Все. Неполадки в работе системы. Но, все это, конечно, на шутке, будем надеяться, что... Я бы купил. Гаджет. Ну, так понятно. Ну, и с другой стороны, разговариваешь по телефону, и одновременно заряжаешь свой телефон, да? То есть, уходишь ты в ноль практически. Да ты постоянно вот так с гаджетом ходишь, и все, тебе не нужно. Это все, это пиши прощай сразу. Все люди просто вот. Все. Можно будет заряжать воду. И даже мы с тобой будем потом не вот так вести диалог, чтобы друг на друга смотреть. Просто ты возьмешь iPad, я возьму iPad, и мы с тобой будем так, как будто по Skype. Андрей, привет. И вот так будем общаться. Надеюсь, такого не будет, потому что живое общение с тобой, Лена, я ни на что не про меня. Согласна. Разве что на блог позитивных новостей. А вот, собственно, и он, друзья. Общение закончилось, новости начинаются. Взрослым необходимо выделять как минимум по 150 минут в неделю на интенсивную физическую активность. Это позитивно отразится не только на физическом здоровье, но и на психологическом состоянии. Об этом недавно заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. «Занимаясь любыми физическими упражнениями, можно сократить ущерб от продолжительного сидения. ВОЗ призывает всех сохранять активность во время пандемии COVID-19. Если мы не будем оставаться активными, мы рискуем создать ещё одну пандемию, вызванную малоподвижным образом жизни». В целом, Всемирная организация здравоохранения обновила сразу несколько рекомендаций в сфере физического здоровья. Взрослым старше 65 лет рекомендуется укреплять мышцы и делать упражнения, направленные на равновесие и координацию, чтобы предотвратить падение в будущем. Беременным женщинам и недавно родившим рекомендуется заниматься аэробикой от 150 до 300 минут в неделю. «Ежедневная активность полезна не только для нашего тела, но и для психического здоровья. Она может омолаживать, уменьшать стресс и беспокойство». Специалисты рекомендуют делать упражнения, используя подручные средства – мебель или лестницы. Кроме этого, пригодятся трекеры физической активности. «Это не только поможет предотвратить и контролировать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и рак, но также уменьшит симптомы депрессии и беспокойства, сократит риск когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера и улучшит память». По данным ВОЗ, каждый четвертый взрослый и четыре из пяти подростков недостаточно двигаются. медики рекомендуют людям всех возрастов ограничивать время, проводимое перед экранами гаджетов. Ну вот, 15 минут прошло, это значит, что наши народные слойки уже готовы. Напомню, с чего они были. Это слоеное тесто, буквально два глазированных сарка нам понадобилось, один банан, одно яйцо, даже не по два, как я планировала. Все в зависимости от того, какое количество теста. Вот такие они, красавцы, получились, надо было смазать пергаментную бумагу немножко маслицем, потому что тесто пристает. Вот. Но, в принципе, я считаю, что у нас сегодня наши плюшки удались. Плюшки? Как Карлсон. Будем сейчас баловаться плюшками. В принципе, она запекалась тоже не сильно долго, да, сколько? 180 градусов, да? 180 градусов, 15 минут, там же у нас теперь и творог, и вареная сгущенка, и шоколад да банан. Да все, что вы пожелаете. Да. Вообще, в принципе, такие слойки, да, можно сделать всем угодно. Да. То есть, сладкий вариант, захотели, сделали с каким-то там мясным, рыбным, грибным. Ой, ну это как ты любишь, да. У нас они сегодня к чаю, народные к чаю. Народные к чаю. Я, знаешь, больше не по сладкостям, конечно, по сладостям, сладкости начал так их называть, больше по таким вещам, но эти слойки обязательно попробую. Попробуйте, кстати, сделать и вы, кто дома для своих домочадцев, почему бы нет, да, порадовать какой-то домашней выпечкой всегда же хорошо, потому что как у нас, да, работает, все говорят, вот не люблю покупку, покупную, люблю домашнюю. Вот, потому что домашняя, действительно, душой, душу вкладываешь. Тот случай, когда хочется чего-то сладенького к чаю, когда, знаешь, лишь я хочу чего-нибудь сладкого, что-то к чаю. Каждый раз, да. Поэтому я варю пельмени после этой мысли всегда. Вот, поэтому, друзья, записывайте рецепт, мы его еще раз выложим в наш инстаграм-аккаунт, не забывайте подписываться на него. Пишите ваш любимый рецепт нам в директ, мы будем их пробовать обязательно. Напоминаем, что совсем скоро у нас начинается уже такая новогодняя подготовка, да, чуточку обновим нашу студию, добавим новогоднего прекрасного настроения, начнется вереница гостей разных буквально, да, каждый из них интересен по-своему, поэтому скучать в эти предновогодние недели вам точно не придется. Не успевайте смотреть нас по телевизору, подписывайтесь на наш YouTube канал, да, мы там тоже есть на YouTube, мы же современное телевидение, между прочим. Да, смотрите все это там, хватит смеяться, не перед разными, в общем, смотрите все там, пишите, звоните, приходите в гости, всех обнимаем, целуем, были с вами Алена Варфоломеева, Андрей Козицкий, прекрасного вам настроения и держимся, все будет хорошо. Да, обнимаем, целуем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова